Новости на канале СТВ, в студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. И начнем выпуск с новости, которая сегодня буквально шокировала жителей Гомеля. В одной из квартир города обнаружено тело трехмесячного младенца. Обстоятельства этого дикого случая выясняются. Уже известно, что тело ребенка пролежало в квартире более полугода. С места событий Александр Дбриян. То есть тут ребеночек прямо в детстве? Да, прямо здесь в детстве. Для сотрудников розыска эта история началась 8 января. Именно тогда Марина Пивункова обнаружила на своей лестничной площадке новорожденного малыша. Лежал в лёльке. Когда мы его взяли на руки, под ним лежали ползунки, кофточки и пакеты. И он лежал на этом всё. Подстилки не было никакой. Ужас был. Страшно стало. Настоящий ужас ждал впереди. После осмотра ребенка медиками, его состояние было признано удовлетворительным. А в вещах найдена бирка из роддома с фальшивой фамилией, но реальным адресом. Адресом той самой квартиры, где позже будет сделана страшная находка. Но вначале сотрудники розыска вычислили и задержали нерадивую мамашу. Совсем в другом месте. Женщина вела социальный образ жизни. Бродяжничала, пьянствовала. В ходе беседы с оперативными работниками, женщина призналась в том, что оставила новорожденного в подъезде. И упомянула ещё об одном своём ребёнке, который находился в той самой квартире, указанной на бирке из роддома. Первоначально сотрудники милиции думали, что в квартире находился живой ребёнок. Хотели открыться эту дверь, но ключей не было. Пришлось дверь изламывать. И как потом было установлено, что ребёнок уже мёртвый находился на протяжении более чем полугода. По первоначальной информации, ребёнок задушен сожителем. С мая крошечное тело успело мумифицироваться. Ссора, в результате которой погибла трёхмесячная девочка, предположительно, произошла полгода назад. Правда, никто из соседей припомнить что-то конкретное не смог. Ещё бы! Сосед Григорий называет свою малосемейку не иначе, как дурдом. От поножовщины до падения с восьмого этажа. Здесь было всё. Но такой ужас впервые. Какой мне нравится ребёнок? Когда знает его детдом, так? Пускай живёт же. Если детей наружали, я бы не знаю, что себе сделала бы. Если бы попался мне, я бы его убил, как раз. Задержанная гомельчанка в свой 31 год успела родить пятерых детей в живых. Остались лишь четверо. Троих воспитывает бабушка. Найденный в подъезде мальчик сейчас находится в отделении новорождённых областной больницы. Следователи во взаимодействии с оперативными работниками УВД Гомельского облсполкома в настоящее время тщательно разбираются в обстоятельствах произошедшего. Но уже установлено, что по подозрению в совершении данного преступления задержаны биологическая мать и предполагаемый биологический отец девочки. В настоящее время с ними работают следователи. Они дают показания. Действия задержанных квалифицированы по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до исключительной меры. Для установления точных обстоятельств гибели ребёнка назначен целый комплекс судебных экспертиз. Однако есть ещё один вопрос, на который предстоит найти ответ, почему судьбой младенца не интересовались соответствующие медицинские и социальные службы. Где были полгода, пока тело малышки превращалось в мумию, те, в чьи профессиональные обязанности входит отслеживать и предотвращать подобные социальные трагедии. Александр Добриян, Виталий Расповов, телекомпания СТВ, Гомель. От социальных проектов до бизнес-идей. Вопросы и проблемы, которые волнуют молодёжь, обсуждали сегодня сразу в двух областных центрах страны – Бресте и Гродно. Сюда съехались более сотни молодых людей, представляющих актив БРСМ. Что послужило поводом и о чём молодые люди говорили с губернаторами двух регионов, знает наш корреспондент Юрий Корнелович. Это одна из самых главных наград именно нашего клуба «Краница Добрыни». Мы на протяжении всего года посещали одиноко пожилых проживающих людей, также ветеранов Великой Отечественной войны. Также посещали детские дома. Студентка Гродненского аграрного университета Виктория Качкарик – волонтёр с четырёхлетним стажем. Став активным членом Белорусского и Американского союза молодёжи, всё своё свободное время девушка помогает тем, кто в этом больше всего нуждается. Вместе с единомышленниками Виктория пропагандирует здоровый образ жизни, опекает пожилых и тяжело больных людей. Став делегатом 42-го съезда БРСМ, студентка намерена поделиться опытом волонтёрской работы с коллегами из других регионов. На республиканском уровне хотелось бы поднять этот вопрос и сказать, что волонтёрство является и должно являться одной из важных частей в жизни общества всего. А вот брещанин Дмитрий Песков на 42-й съезд БРСМ едет в качестве руководителя молодёжного инвестиционного проекта. Инициативу молодых брестских инженеров по созданию первого в стране мини-завода по переработке использованных элементов питания не просто отметили, но и заметили иностранные инвесторы. Авторы проекта подчёркивают, переработка старых батареек не только плюс в сторону экологии, но и реальная помощь экономии. Из отработанных элементов питания получают чистый литий, металл достаточно дорогой и редкий. Его можно использовать в производстве новых батареек и даже в косметологии. Уже готовится проектно-сметная документация. Мы планируем на базе Брестского государственного инвестиционного инвестиционного имени Пушкина сделать такой штаб. Штаб, который будет координировать в себе и проекторов непосредственно, и людей, которые будут непосредственно участвовать в строительстве. Польза есть в конкретных делах. Одно дело поставлено задачей, или они перед собой поставили. Но самое главное, чтобы оно выполнялось. Теоретически, в принципе, рассуждение правильно, но хорошо то, что это не просто теоретические рассуждения, а то, что они делают. И сегодня же это не просто для цифры или для галочки. И сегодня же руководителю еще одного региона, Гродненского, молодые делегаты будущего съезда в качестве символа преемственности поколений вручили членский билет Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Для меня работа в молодежных организациях, в Комсомоле, это часть моей жизни. И от этого никуда не уйдешь. И причем одна из лучших частей жизни. Предстоящий 42-й съезд БРСМ во многом событие символичное. Ведь наступивший год объявлен Годом Молодежи. На подготовку к этому масштабному слету осталось совсем мало времени. С оставшиеся 4 дня нужно четко сформулировать свои идеи и предложения. Ведь уже в понедельник их нужно будет не только озвучить, но и заинтересовать ими молодежь со всей страны. Северий Корнелович, Николай Лапин, Юлия Бешанова, Сергей Пекарский, телекомпания СТВ. Единая агропромышленная политика, механизм защиты собственного рынка и открытость в вопросах диалога с ВТО. Это одни из основных инициатив, которые прозвучали накануне в обращении президента Александра Лукашенко к главам государств Евразийского экономического союза. Президент в очередной раз озвучил основную цель объединения – интеграция на основе соблюдения прав и интересов всех участников ЕАЭС. Анастасия Иванникова продолжит. Первые дни нового объединения. С января функционировать начал Евразийский экономический союз. Детали и векторы совместной политики обсуждались не раз, на высшем уровне. В итоге документы о создании ЕАЭС 29 мая прошлого года подписали в Астане три президента – Беларусь, Россия и Казахстана. В октябре к договору присоединилась Армения. Через два месяца свою визу под договором поставила президент Кыргызстана. Кстати, именно на встрече в декабре выбрали и первого председателя. Им стала наша страна. Эксперты отмечают – не случайно. Это знак доверия со стороны партнеров. Накануне президент Беларуси направил обращение к главам государств, членам ЕАЭС. Вполне логичный шаг. Мы демонстрируем то, что мы заинтересованы в дальнейшей интеграции и мы показываем то, каким образом эти интеграционные процессы должны проходить. Нам сейчас это дает возможность, по крайней мере, обозначить для партнеров и сформировать те контуры Евразийского экономического союза, которые нам будут выгодны. И президент в своем послании их обозначил. Это наднациональная промышленная политика, наднациональное планирование вопросов продовольствия и безопасности. И, конечно же, это единый рынок без всяческих изъятий и ограничений. Вместо тройки уже пятерка партнеров. Союз — это дальнейший шаг уже по функционированию общего рынка. О том, что обеспечить нужно четыре главных свободы, движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, еще раз подчеркивается в обращении. Согласованная, в перспективе единой должна быть промышленная и агропромышленная политика. Задача такая стоит, чтобы не сталкивать производителей союзных государств между собой лбами, внутри рынка. Необходимо так спланировать производство, так наладить процесс экспорта продукции, чтобы мы не дрались на внутреннем рынке, а абсолютно совместно продвигались, совместными усилиями продвигались на рынок третьих стран и завоевывали мировые рынки. Последовательные позиции Беларуси в другом. Избавиться нужно от каких-либо изъятий ограничений, ведь без соблюдения правил общей торговли эффективна будет и сама интеграция. Кроме того, согласованная политика поможет избежать спорных вопросов. Например, подобных недавним ограничениям на поставку белорусской мясомолочной продукции. Минсельхозпроди заверяют, сейчас продолжаются переговоры с Россельхознадзором по унификации общих документов. Они как раз и регулируют оборот продуктов питания внутри Союза. Эта работа будет продолжена. И я думаю, что в дальнейшем все принятые документы, а программа рассчитана на концепции, план мероприятия на 2015-2016 годы позволит выработать такие механизмы, которые уже никогда не позволят внутри нашего Союза происходить с таким событием. Мы должны так вместе укрепиться, так интегрироваться, чтобы к нам мы себя защитили. И к нам никто не мог проникнуть и помешать нам. А мы должны двигаться в третьи страны, искать новые рынки сбыта, заниматься диверсификацией поставок нашей продукции. Содержится в обращении и ряд других предложений функционирования единых рынков лекарственных средств, медицинских изделий, развитие экспорта, формирование общих рынков электроэнергии, газа и нефти. Ожидает Беларусь и открытости в вопросах диалога с ВТО. Позиция относительно ВТО должна быть не просто согласована, а единая. Потому что, например, кто-то является членом ВТО, в частности Российской Федерации, а Республика Беларусь не является. Хотя в рамках Евразийского экономического союза экономические отношения строятся на принципах ВТО. Анастасия Иванникова, Екатерина Желянина и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ. Основными направлениями развития Могилевской области станут обеспечение экономической стабильности, повышение конкурентноспособности и эффективности экономики. Ставку в регионе планируют сделать в том числе и на привлечение иностранных инвестиций. Новый губернатор области Владимир Доманевский поделился своим видением будущего Могилевщины. По некоторым позициям сегодня Могилевская область лидирует. И мне приятно сегодня посмотреть на результаты, с которыми заканчивает Могилевщина. Закончила 2014 год. Это экспорт, это конкурентноспособность, это развитие предприятий, их модернизация. И я надеюсь на то, что в этом году несколько мы продменились вперед. Хотя год, я не думаю, что он будет простым в целом для нашей страны и не только для нашей страны, а в целом мире. Минские спасатели проводят противопожарные рейды. В центре внимания сотрудников МЧС, захламленные подъезды и подвалы. За прошедшие двое суток в огне пострадали три человека, один погиб. В ближайшие дни инспекторы планируют проверить весь жилой фонд города. Дмитрий Боярович по горячим следам. На профилактику с пожарами сегодня вышел весь офицерский состав Минского МЧС. Проверяют так называемые зоны риска. Захламленные подвалы и подъезды. К примеру, дом на Каменке. На контроле у спасателей и ЖЭСа он и этот балкон для сушки белья давно. Этот подъезд в одной из столичных многоэтажек превратился буквально в кладбище старых вещей. Кажется, эти предметы лежат здесь годами. На этом пятачки, ковры, запчасти от автомобилей, унитазы и даже грабли. Может быть, с точки зрения интерьера это и неплохо выглядит, но с точки зрения противопожарной безопасности может вспыхнуть от одной спички. И действительно, складские запасы здесь не первый месяц. Жильцы говорят, это вещи переехавших соседей. Те пусть и убирают, но увидев спасателей и телевидение, убеждают, уберем. Еще не месяц я постараюсь как бы привести в порядок. Это вы ничего, меня снимаете или ничего? В этом случае, говорят спасатели, время действительно деньги. В соседнем доме из-за такой же ситуации пожар уже был. Вещи убрали. Неужели, чтобы навести порядок теперь уже здесь, недоумевают инспекторы, нужен рецидив? Конечно, пишем предписания, пишем рекомендации. Конечно же, жесты убирают это все. Но с течением времени все превращается в вот такое захламление. Буквально мельчайшая искра, это все может загореться. А это один из подвалов уже другого дома. За пять минут до нашего визита все вещи отсюда начали убирать работники ЖЭСа. Площадка под лестницей – излюбленное место ночлега асоциальных граждан, которые, не то слово пренебрегая нормами пожарной безопасности, тащат сюда вещи из мусорных баков. В подвалах я не знаю, кто здесь живет. Не то, что мусор здесь, так это годами здесь. И как-то его сюда приносит? Ну, я ж не знаю, кто сюда приносит. Я ж его сюда не кидаю. Проверяют подвалы спасатели вместе с работниками ЖЭСов. Это сделано специально. Те, если есть проблемы, тут же их устраняют. Ведь задача – исправить, а не наказать. Всего за день сотрудники МЧС посетили больше тысячи домов, в которых проживает 450 тысяч человек. Сегодня личный состав городского управления МЧС, а также районных отделов по чрезвычайным ситуациям проводят проверки мест общего пользования в жилых домовладениях. Наша задача сегодня – проверить места общего пользования на предмет ограничения доступа посторонних лиц в эти места и отсутствия складирования горючих материалов. Потому что это основные причины, способствующие возникновению пожаров. Рейд МЧС продлится еще и завтра. Проверят то, что не успели сегодня. Планируется посетять весь жилой фонд столицы. Это, надеются инспекторы, должно уменьшить количество пожаров в городе. Дмитрий Байрович и Дмитрий Травин. Телекомпания СТВ. Дорога, которой нет. В деревне Молодого Брестской области жители дома оказались буквально отрезанными от внешнего мира. С одной стороны – аварийный мост, с другой – чужой забор. По какой причине и куда исчезла дорога, выясняла Юлия Бешанова. Вот уже несколько лет Ольга Романовна в родительский дом добирается с риском для собственной жизни. Раньше по этому мосту можно было безбоязненно не только пройти, но даже проехать на лошади. А вот сегодня пройти по нему можно только разве что в сопровождении опытного проводника. Но уже несколько лет именно эта конструкция – единственная связь жителей этого дома с окружающим миром. Этот дом находится в центре большой деревни, но к нему, что называется, не пройти, не проехать. Его жители живут как в сказке. Налево пойдешь – аварийный мост найдешь, направо – в болото или чужой огород попадешь. Именно в этом доме и живут родители Ольги Романовны, которые из-за заболевания часто нуждаются в медицинской помощи. Только вот карета скорой не может добраться до пациентов. От отсутствия дороги страдает и домашнее хозяйство. Целый сезон без выпаса была корова. А чтобы доставить домой выращенные на собственном огороде овощи, семье и вовсе приходится проявлять чудеса изобретательности. У нас получилось так. Зерновые привезли, вот сюда привозим, все сгружаем, в ведра и понесли. Так, сено так, привезли в эти большие фартухи и понесли. Письменных просьб, запросов и ответов с подписьми официальных лиц. За два года переписки в семье накопилось столько, что их хватило бы на несколько типографских изданий. Во всех ответах конкретное решение – обеспечить подъездную дорогу. Но вовсе ныне там. К слову, на самом первом документе стоит дата – 5 марта 2014 года. Но селесполком собственные решения выполнить так и не смог. Не могу изъять у граждан силы то, чего они отказываются уступить. У них 23 сотки на двоих получилось. Если бы у них, у нас предоставляется документально для граждан 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома. Так забору присвоили официальный статус. И земля, которая почти 20 лет была дорогой, вдруг оказалась за чужим забором. Официально ни проезда, ни улицы здесь никогда не было. А документы того периода в архиве не сохранились. Лучше любых официальных бумаг факты сохранила людская память. Старожилы говорят, раньше здесь можно было не то, что пешком пройти, но и конем проехать. Местные власти проблемы признают и даже предполагают несколько вариантов ее решения. Например, провести дорогу через соседские земли или по собственному двору и огороду. Вот там самый плодородный слой земли у нас. И получается, к веранде подъезжается дорога и делать кольцевую дорогу вокруг дома, чтобы обратно выезжать. Это, конечно, и нам не нравится, но это хоть что-то, чем ничего. А вот вернуть дорогу на прежнее место теперь вряд ли возможно. Соседи наотрез отказались уступить нехватающие полтора метра. Еще один вариант – строительство нового моста. Но возводить его для жителей одного дома, говорят в исполкоме, слишком дорогое удовольствие. У нас две миллиардивных организации. При демонтаже БУ-труб нужного диаметра для такого канала, мы их же немедленно сюда установим и дадим возможность нормально человеку проезжать. Это раз вариант. И тот, что мы смотрели, длинный подъезд более 100 метров, увы, сами тоже понимаем, что не лучший способ, но это даст возможность в нужное время подъехать. Решить бездорожную проблему в масштабах отдельно взятого дома местные власти пообещали до конца текущего квартала. Юлия Бешанова, Сяслав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. Ваша новость может стать поводом для сюжета в наших выпусках. Своё сообщение оставляйте на форуме по адресу в интернете ctv.by. Ещё связаться с нами можно по телефонам горячей линии СТВ в Минске 290-66-00 и по линии мобильной связи 1-600-700. Праздновать так по-царски. Белорусский обряд «Калядные цари» провели накануне в Копольском районе Минской области. В 2009-м уникальный ритуал стал настоящим достоянием мировой культуры, попав в список наследия ЮНЕСКО. Ведь это и самобытные фольклоры, и народные костюмы, и особые рождественские блюда национальной кухни. Ильяна Ролутович о нематериальных ценностях. Старый Новый год, как многие его привыкли называть в Беларуси, не просто дата в календаре. В ночь с 13 на 14 по всей стране ждут в гости ряженых, которые, согласно народным поверьям, несут в Дом мир, согласие и богатство. Жители же деревни Семежево-Копольского района в гости ждут царей. Не иначе. Я люблю вообще такие свято. Люблю. Люблю и гостей принимать, люблю и цару люблю принимать. Мария Петровна царей встречает каждый год. Дети давно выросли, разъехались, но на праздник, как полагается, мама всех ждет домой. И к вечеру у хозяйки уже и стол накрыт, и гости на пороге. Ой, сколько живу, детяткам я тут хожу, гляжу все. Каждый год стараюсь ходить и полететь. Интересно все. Уникальный обряд в этих краях сохранился с 18 века. В те времена недалеко от деревни стояли части царской армии. В канун Нового года солдаты показывали местным жителям веселые представления, за что хозяева их одаривали угощениями. Спустя три столетия раз в год на улицах Семежева эта история оживает. Как бы я не хотела поучаствовать в древнем обряде, у меня все равно бы ничего не вышло. Армия Максимилиана проходит мимо. Дело в том, что все роли распределены исключительно среди молодых, неженатых парней. И девушкам в их компании не место. И даже на роль бабушки я бы не подошла. На радость хозяевам и всем собравшимся в доме Марии Петровны разгорается битва. Царь Максимилиан сражается с Мамаем. Дальнейшие действия разворачиваются по сценарию народной драмы «Царь Максимилиан», которую в то время рассказывали из уст в уста. И по одной из версий, благодаря именно этому произведению, обряд «Калядные цари» дошел до наших времен в виде яркого театрального действия. В качестве благодарности хозяйка для дружины собирает в дорогу провиант. Спасибо, к этому дому мы пойдем к другому. А, хотите. Вот так от дома к дому до поздней ночи ряженые поздравляют своих односельчан. С 2009 года обряд «Калядные цари» внесен в список мирового нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране. Не исключено, что в скором будущем к нему присоединятся и другие самобытные и уникальные в своем роде белорусские традиции. У нас очень богатая культура и очень много традиций различных. В ближайшее время будет подано еще несколько заявок, несколько таких коллективов на это всемирное наследие. Элеонор Лутович, Игорь Синют от телекомпании СТВ. И от фольклора к классике. В Театре оперы и балета прошел большой новогодний бал. На несколько часов гости праздника перенеслись в прошлое. Времена, когда паркет дышал в ритм стучащим каблучкам и скользящим платьем в пол. Под звуки вальса и мазурки наш корреспондент Ольга Власовец отправилась в необычное путешествие. Елена Мазур, словно Наташа Ростова, на свой первый бал собиралась не без трепета и волнения. Готовиться к нему девушка начала почти за месяц. Для этого брала уроки танцев у хореографа. И вот она здесь. Очень волнительно. Первый бал. Вообще основная эмоция – это, конечно, радость и счастье, что я сюда попала. Но с другой стороны, какое-то такое состояние неизвестности. В этом году попасть на бал можно с помощью импровизированного поезда, путешествуя по вокзальным станциям разных городов. Новогодний экспресс – главная идея вечера. Это праздник, это любовь, это надежда на будущее. Это поезд, который мчится в следующий год, оставит за собой все плохое. Вот такая задумка концерта. На этой станции художники, жонглеры и мимы помогут окунуться в романтическую атмосферу, например, Италии. Здесь же можно перенестись и в будущее. Колесо предсказаний приоткроет завесу времени. Шорох платьев и отблеск огней в украшениях – это словно парад звезд разных эпох. Вот пара, прибывшая из далекого средневековья. Бархатный берет у мужчины и расписанное золотом платье его спутницы подчеркивают перенадлежность к знатному роду. Каждая, наверное, маленькая девочка мечтает когда-нибудь стать принцессой или в детстве мечтала стать принцессой. Но вот сегодня мой молодой человек исполнил мою мечту. И вот тот самый момент, когда сотни пар заскользили по паркету. Вечер открывается с русского бала. Мягкими и плавными шагами придерживает геометрии танца. Дамы и кавалеры выполняют грациозное па. Балы – давняя традиция, которая берет начало в 14 веке. Причем в Беларуси подобные танцевально-музыкальные вечера имеют такую же богатую историю, как и знаменитые вечера Людовика XIV. Ведь балы рода Радивиллов и других знаменитых фамилий славились во всей Европе. Давняя традиция словно с помощью машины времени перенеслась в наши дни. Для того, чтобы непринужденно кружиться на паркете, пришлось заранее разучить танцы прошлого. Было здорово наблюдать, что на занятия приходят разные поколения. И иногда в паре можно было увидеть совершенно разных, прежде всего, незнакомых людей. Потому что курсы также служили и местом знакомства. Я видела, при мне, допустим, состоялось три пары. Закончился праздник глубоко за полночь. А вместе с ним завершился и первый бал для нашей героини. Удивительно похожий на героиню Романа Толстого. Но время бежит быстро. И ровно через год Большой соберет под своими сводами любителей старинных танцев. Ольга Власовец, Алексей Юныш, Телекомпания СТВ. Это все, что мы успеваем рассказать. Далее программа «Столичные подробности». Итоги дня в 22.30. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго и оставайтесь на СТВ.